И всем привет ребят, с вами Мистер Баник, я сегодня записываю новый ролик. Сегодня наш видеоролик будет посвящен игровой тематике, а именно обзору нового устройства на Жигу. Когда-то, когда она только у нас появлялась в игре, я его тестировал на своем специальном нокауте. Ну а теперь я уже получил это замечательное устройство из челленджа. И это устройство на Жигу с Эми статус эффектом. Сегодня скатаем на не совсем таком стандартном корпусе, поиграем сегодня на Вас по Жиге. И мне лично хотелось бы проверить все это дело в штурме за атаку, поэтому я постараюсь запикаться за эту сторону. Если вдруг нас будет очень часто кидать за деф, то я может быть даже на паузу поставлю видеоролик, запикаюсь за атаку и тогда мы вместе с вами продолжим. Почему именно ВАСП с данной замечательной пушкой? Кто смотрит видеоролики довольно-таки давно, тот знает, как я отношусь к таким быстрым резвым комбинам по типу ВАСПа Фреза ВАСПа Жиге. И как их круто можно реализовать. И теперь с этим устройством на Жигу, как по мне, открываются суперские возможности для уничтожения противника перед доставками на таких картах и режимах, как штурм. И если не штурм, то где можно эту Жигу реализовать, спросите вы меня. Многие уже на стримах задавались этим вопросом. Я вам скажу, что такая Жига, она возможно реализуется практически во всех, может быть там только каких-нибудь джиггернаутах. Она не будет нагибать атаку, что захват флага, что регби, что штурм за атаку, да, за деф. Ну, можно, конечно, пробовать, но не знаю, мне как-то штурм за деф на ближнебойной пушке смотрится как-то не очень. Контроль точек, осадов, все эти форматы отлично подходят для ближнебойной активной пушки. При том, что на эту пушку есть еще и крутецкий эффект с Эмми. А Эмми для меня лично это лучший эффект, который есть у нас в игре. Понятное дело, что в последнее время у нас уже появляется безумно большое количество иммунитетов от Эмми. Но не всегда, не всегда, скажу я вам, вы на них все равно попадаетесь. Да, они чаще, но все равно встречаются бои, где даже ни одного иммунитета от Эмми нет. Ну и понятное дело, что жига сама в принципе в балансе в хорошем находится. А когда на нее еще и появляется такой жесткий статус эффект, при том, что на этой жиге количество критических уронов значительно больше, чем на фрезе, например, с этим же статус эффектом. Я, хоть и катал на этой жиге в последний раз где-то, может быть, месяц, может даже больше назад. Я все равно уверен в том, что она должна работать. И сегодня я надеюсь, что мы в этом вместе с вами убедимся. Только нам осталось запикаться в штурм за атаку. А нас кидает, как всегда, за деф. Кто, ребят, смотрит стримы, тот знает, как я запикивался в штурме за деф. Хотел поиграть на шафте, а меня кидало за атаку. А вот теперь, когда я хочу поиграть за атаку, меня кидают куда? Правильно, за деф. И так работает оно всегда. Вот если бы я сейчас был бы не на вас по жиге, а на дико шафте, меня бы кидало бы за атаку. А мне надо было бы за деф. Ну вот, вот так вот оно все дело и работает. Но я думаю, что и на шафте мы тоже в скором будущем поиграем. Так, давайте, ребят, последний пик. И если меня вдруг кидает за защиту, то тогда быстренько поставим на паузу. Я запикаюсь за атаку и тогда мы вместе с вами уже продолжим. Надеюсь, что все-таки сейчас меня уже наконец-таки запикает. И мы сможем реализовать супер бомбическую торпеду. По дрону мы сегодня будем, конечно же, использовать ловкача. Как по мне сейчас, это лучший дрон, который есть вообще в принципе в игре. Для таких вооружений так тем более. Ну и для тех же там хорьков, викингов, хантеров, крусейдеров, паладинов. Тоже все так же само работает эффективно и суперски. Кризис работает, ну, довольно на маленьком количестве вооружения. А бустер так вообще, мне кажется, заканчивается на дико страйкере. И больше его особо смысла на чем-либо другом использовать мало. Ну и что-то, что-то меня не закидывает. Может, надо было просто пойти в какой-нибудь другой режим. А то я зациклился на этом замечательном штурме. И хотел в нем именно показать реализацию у вас по Жиге. А нас не хочет никак на него закидывать. Ладно, давайте я быстро на паузу поставлю. И как только меня запикает, мы продолжим. Спустя 40 тысяч лет меня закидывает наконец-таки за атаку. Я уже перепикнул 4, может быть, даже 5 карт. Ну и это не ранчик. Это идеальная карта, которая подходит для нашей вместе с вами вот такой вот быстрой резвой комбинации. Ну и посмотрим, что у нас вместе с вами здесь получится. Чуть-чуть надо, конечно, подождать, пока у нас появятся флажочки. Ну и потом, я надеюсь, что у нас получится втащить. Сейчас посмотрим, что у нас здесь по иммунитетам. Иммунитетов от Эмми у противника нету. Соответственно, каждый крит на Жиге будет давать суперскую отключающую расходочку у противника. Так, мячи. Ой, мячи, говорю. Флаги уже должны появляться. Отлично. Расходочка отрубается. Ну и вообще, в матчмейкинге тоже довольно-таки часто уже начала появляться эта Жига. Многие ребята до сих пор у меня спрашивают, стоит ли ее приобретать, стоит ли брать боевой пропуск ради этой Жиги. Я всем говорю, что, конечно же, да. Но если вдруг вы не хотите торопиться и хотите, чтобы я еще раз протестировал эту замечательную Жигу, то дождитесь, пока у нас выйдет вот этот, как раз-таки, самый видеоролик. Но, как я вижу, с этой Жигой, в принципе, особо ничего не произошло. Сейчас посмотрим, только с количеством критических выстрелов что-то поменялось или нет. Раньше примерно за один баллон всегда на постоянной основе хотя бы один крит у нас вылетал. Бывало, даже два крита вылетало. Сейчас за один баллон я видел, что у меня крита вообще не было. За следующий баллон, при только на старте, у меня сразу появился критический выстрел. И это очень и очень круто, когда ты только-только начинаешь дамажить противника, и у тебя сразу крит выстрел залетает. Ну и посмотрим, вообще, насколько большое количество этих критических как раз-таки выстрелов у нас будет появляться. Следующее устройство в челлендже, скорее всего, будет как раз-таки Фриз с Эмми, если у нас началась линейка Эмми, ну и Фриз, как по мне, с этим статус-эффектом намного хуже смотрится, нежели Жига. Жига реализуется намного жёстче, и количество критических выстрелов на этой пушке тоже значительно больше, нежели на Фризе. Ну а что касаемо данного боя, то у нас уже потихонечку начинает что-то получаться. О, и на откатике как раз-таки отключили. Красиво расходочку противничку. Так, где-то здесь ДДшка была, хорошо. Чуть-чуть такую нестандартную траекторию. Петляющую выбираю, но это всё ради того, чтобы доставочку оформить. Сверху бомбочка контентовая, сразу бам-бам-бэмчик. Ну, к сожалению, конечно, никого она не забрала, но урончика хорошего точно нанесла. Вот видите, я только-только начал дамажить, и сразу залетает крит. Но это прям максимально круто, когда ты только начинаешь свой дамаг, и у тебя сразу критический урон вылетает. А так, по характеристикам Жиги, это я, наверное, бы сказал, что это примерно, примерно такая же Жига, как Жига с адреналином. Только у неё ещё скрита вылетает Эмми статус эффектик. Так, надеюсь, он номер не будет. Ладно, хорошо, юзаешь. Тогда я быстренько аптечку прожму. Так, где? Хорошо, 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 хорошо. Ещё сразу добавочку. Ну, вообще великолепно, просто великолепно. Просто сразу два статус эффекта залетело по двум оппонентам. Ну, это очень круто, когда так работает. Будет, будет хорошо, супер. Если с одного баллона вылетает хотя бы один крит, при том, что здесь баллон тратится, наверное, где-то за секунды 3-4, то это очень достойно, прям очень достойно. Я надеюсь, что вот если всегда так будет на этой Жиге, то она будет супер метовая и супер жёсткая. По очкам у нас уже пятихаточка имеется, контентовая. Будем стараться. Здесь может даже полторушечку какую-то оформлять. Если оформим, то будет вообще супер. Будет бомбочка. Будет супер классно. Оп, отлично. Эмми эффект. Сразу расходка уехала у пассажира. И всё становится very wonderful. Так, и добавочка. А, я вот сейчас не вылетела. Сейчас не вылетел. С почти что полного баллона эмми эффект не вылетел, к сожалению. Так, наши тиммейты уже здесь в очередь становятся на подбор флага. Хорошо. Если подбирают и хотят доставлять, то я, как говорится, не против. Я просто погоняю бомбочки. Полеплю тогда, пожалуй. Повзрываю и почищу зону, чтобы наши тиммейты могли легко доставлять. Ну и понакидываю замечательные эмми эффекты, чтобы у противничка вдруг в моменте не стало расходочки. Так, быструю доставочку здесь мы, конечно же, тоже оформляем. Проверяем. Нету эффекта. По вот этому будет эффект. Интересно. Смотрим. Нету тоже. Ну, там довольно мало хп, конечно, у игроков таких. Ну и даже против резиста эта жига работает очень круто, да. То есть, ты как только доходишь до самого крита, у противника улетает расходка. И там даже если у него есть этот резист, он вообще ничем не может ему помочь. Ты просто его быстренько сбриваешь и спокойнейшим образом наваливаешь дальше. Шафт меня что-то только начал какой-то респить. Тетробол. Тетробол меня респит. Это с пипеточкой, да, молодой человек. Блин, не хочешь не подбирать. Здесь, по-моему, сейчас бы не подобрал. А я бы сейчас бы контенту бы влетел, бы дал. Был бы вообще супер. Так. Крит, крит, крит. Где криты, где криты? За целый баллон ни одного крита не вылетел. А это что за дела? Не понял. Вот сейчас я не понял, где мои криты. Так, здесь флаг стоит. Отлично. Покатки, к слову, мы тоже ведем. Довольно-таки хорошо. И я надеюсь, что мы, может быть, даже здесь досрочечку оформим. Так, давай, возвратик. Ой, возвратик, говорит, доставочка. Крита нету. В очередной раз крита нету с баллона целого. Сейчас будет два сразу. То есть, короче, если с баллона целого у вас не вылетает крит, то практически всегда со следующего баллона, со следующего баллона в самом начале вылетает критический урон. На фрезе же баллон в два, может, даже в три раза больше. Да, и он так быстро не восполняется, как здесь на жиге. И количество критов за баллон может быть так же само равняться нулю. Только вы на это потратите намного больше времени. А здесь баллончик быстро регенится, дамажится, наваливается. Плюс еще поджожек сверху работает. Ну, в принципе, прикольно, прикольно. Да, я бы не сказал, что это супер имбовая жига. Да, я так бы не сказал, что она там прям имба-имба-имба. Но если у вас, например, нету никакой пушки с статус-эффектами на фреза жигу, и вы любитель ближнебоек, то это точно туа пушка, на которой можно кайфануть, можно вот такую комбинацию спокойнейшим образом реализовать. Ну и очков, кристаллов, опыта всего этого нафармить. Так, у нас появляется еще одна бомбочка. Куда бы ее только воткнуть, я не знаю. Отлично. Эмми статус-эффектик работает. Уничтожаем еще одного. У меня уже тысячу очков есть. Ну и нам осталось всего лишь три доставочки до конца этого боя. Попробуем сейчас еще подамажить чуть-чуть. Хорошо, еще одного забираем, еще одного забираем. Флажочек уже никто не везет, а то тут бывают молодые люди так становятся прям, очень сильно хотят доставлять, а потом у них что-то ничего не получается, и они уже эти, по ощущениям, флаги просто скидывают. Так, бомбочка работает. Да, хотя бы одного забираем. Еще одного на поджожике тоже забираем. Ну и пробуем везти. Надо довозить эти замечательные флаги. Потому что иначе может еще и победки не быть. Ну ладно, ладно, это я уже тут, конечно, перебарщиваю. Как может не быть победы, когда у нас плюс 50 килов отрыва, и у меня уже 1200 очков. Если сейчас еще последнюю доставочку мне удастся здесь сделать, то это будет вообще супер круто. Сейчас мы как раз таки, наверное, на ней и влетим. Да, наш тиммейт еще далековато. У нас есть возможность доставки последнего, и она происходит. Ну что я вам могу сказать? Что я вам могу сказать? Ну супер, супер, супер. Для васпа, если сравнить, например, фреза с адреналином и жигу с эми, если нету статус эффектов у противника, и нету эми иммунитетов, то жига с эми, ну просто шикарно работает. Мне реально вот такие комбинации, быстрые, агрессивные, тем более на жиге, да, на той пушке, на которой я раньше безумно часто любил поиграть, и в штурме за атаку, очень эффективно и грамотно работает. Если крит за один целый баллон не вылетает, то при следующем баллоне чаще всего в самом начале сразу же происходит крит. То есть количество критов на этой жиге достаточно неплохое. Могло бы быть лучше, могло бы быть на каждый баллон по одному хотя бы криту, но и раз в, можно так сказать, баллончик и капелюшечка дополнительная, это тоже неплохо, это тоже неплохо, и эффективность на этой жиге присутствует. Поэтому если вы вдруг еще до сих пор раздумываете, приобретать ли вам эту замечательную жигу, покупать ли вам боевой пропуск, то 100% я бы вам рекомендовал бы это сделать. Да и в последнее время прям таких прям гениальных устройств в наших челленджах, к сожалению, не появлялось. То есть последнее, что у нас там было самое актуальное и интересное, это вроде как был гаусс с пробитием, и то, да, то есть гаусс с пробитием, как по мне, ну даже близко не стоит с такой интересной жигой, даже с тем учетом, что иммунитетов от Эмми стало у нас в матчмейкинге больше, но вы видите, вот как, например, эта катка, где нет вообще ни одного иммунитета, да даже если бы здесь в этой катке было бы хоть там, ну два иммунитета из восьми, это все равно не было бы такой уж большой проблемы, и все равно можно было бы так же круто и эффективно реализовывать это замечательное устройство. Поэтому, поэтому, ребяточки, если у вас есть возможность, обязательно приобретайте это устройство. Поддерживайте видеоролик лайком, подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны, также не забывайте нажимать на колокольчик, ну и также не забывайте про тег создателя контента, который находится в настройках нашей игры в аккаунте, снизу мой личный тег создателя контента, это тег TeamP, устанавливайте его, и участвуйте в розыгрыше на 50 тысяч танкоинов, и на 2 миллиона кристаллов, итоги которого будет уже меньше, чем через неделю на этих выходных. Поэтому участвуйте, а у меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, и всем пока!